Друзья! Совсем недавно я совершил открытие! Это открытие – подарок всем детям к празднику! Ведь сегодня день защиты детей! Я долго думал, от чего надо защищать. Но мне кажется, что детей надо защищать от скуки, грусти и плохого настроения! И мое открытие как раз для этого и нужно. Ведь я открыл, что существует целая вселенная праздников! Она очень похожа на нашу, почти точь-в-точь. Но там столько праздников, что скучать просто некогда! Все время приходится готовить друзьям и родным подарки, Сочинять поздравления, украшать торты, Танцевать, отгадывать загадки, Проходить квесты, веселиться! Во вселенных праздников есть свой календарь, В который все праздники уже просто не помещаются. А центр вселенной – самое праздничное место в мире! Концертный зал – карнавал! Как бы мне хотелось, чтобы мы с вами, ребята, тоже жили по этому календарю! А давайте я познакомлю вас с этим календарем! И, может быть, у нас с вами начнется самая веселая жизнь на свете! А начинается календарь вселенной праздников с сентября! И в самый первый день все дети отмечают День знаний! А 9 сентября – удивительный праздник! День красоты! В этот день в мире особенно приветствуется все красивое и прекрасное! Какие замечательные подарки можно подготовить в этот день? Например, букет цветов! Кстати, 10 сентября отмечается праздник разноцветных букетов! Именно в начале первого осеннего месяца распускаются самые яркие цветы – георгины, астры, гладиолусы! А что же в карнавале? Посмотрим! А у нас в этом месяце проходит театрализованная экскурсия по парадным залам Аничкова дворца! И встретим вас там мы – фрейлина императрица Мария Федоровна! Вы окажетесь в эпохе царских времен! Не переживайте, мы вам тоже расскажем все тайные секреты нашего дворца! Приходите! Мы ждем именно вас! Октябрь – месяц интеллектуальных праздников! Судите сами! 2 октября – день рождения сказки о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина! Я так благодарен своему первому учителю за то, что он познакомил меня с этой сказкой! Кстати, 5 октября – день учителя! В этот день я всегда прихожу в свою родную школу звездочетов! А если нахожусь очень далеко, то пишу поздравительное письмо! А какой фантастический праздник – 19 октября! День написания письма в будущее! Просто машина времени какая-то! А уж вспомнить Пушкина и не вспомнить про день лицея невозможно! Да и в карнавал не заглянуть – тоже невозможно! Как хорошо жить коту-ученому в сказочном лукоморье! Без стеснения скажу, какой я умный, общительный и гостеприимный! И талантливый! Иду налево, сказку говорю! Иду направо, песнь завожу! Ну, вы помните! А почему бы мне не пригласить вас к себе в гости во дворец? Решено! Жду вас на празднике! Здравствуй, сказочный дворец! Будьте готовы к волшебным приключениям и невероятным испытаниям! Мяу! Мяу! Играют в мушки! Читают стихи про птиц! Играют в веселые игры! И загадывают загадки! А отгадайте-ка мою загадку! Носик лопаткой, красные лапки Плавает, ныряет, кряхать обожает Кто это? Верно, утка Кря-кря-кря А в моем любимом концертном зале «Карнавал» 22 сентября проходит замечательный праздник День кря-русской кря-словесности Кря-день словаря Приуроченный ко дню рождения Владимира Ивановича Даля А знаете, какие у меня самые любимые слова «кря» в его словаре? Все, которые начинаются на букву «кря» Например, «кря-жистый» Прекрасно Кряква Восхитительно Крякать Волшебно А в концертном зале «Карнавал» Кря-кря, понятно же Кря-кря К этому празднику приурочен замечательный спектакль-концерт «Вежливое слово» Где я, между прочим, играю самую главную роль «кря» Ну, почти Приходи, мы ждем кря-кря Только кря-кря Тебя В декабре смотри не зевай Пропустишь 4 декабря День заказов, подарков и написания писем Деду Морозу И все Остался без сюрприза Обычно в этот день во многих странах начинают работать специальные почтовые отделения Я всегда отправляю свое письмо в первый же день И не забываю указать обратный адрес По секрету скажу Что Дед Мороз очень любит, когда ребята рисуют свои пожелания Да и я не прочь порисовать А уж день художника, который отмечается 8 декабря И я, и Дед Мороз считаем своим Кстати, совсем недавно я нарисовал портрет Деда Мороза Поскорей бы зима Поскорей бы Новый год Мечтаю об украшенных улицах города Мечтаю о хороводе У елки Мечтаю лепить снеговика со своей внучкой Снегурочкой А больше всего я мечтаю О встрече с ребятами на новогоднем празднике Ох, сколько сюрпризов я приготовил Но пока не буду раскрывать всех секретов Очень праздничный декабрь сменяет суперпраздничный январь И праздники-то все мои любимые 2 января отмечается День научной фантастики У нас, звездочетов, это самый любимый праздник А сколько я знаю ребят, которые тоже уважают науку Будущие Кулибины и Циолковские Сначала собирают маленькие самолеты и маленькие ракеты А потом становятся большими учеными Для них 17 января отмечается День детских изобретений Записываю юных изобретателей в особую книгу Пишу красивым почерком Кстати, 23 января всегда отмечаю День почерка Люблю писать красиво и буквы, и цифры Ну как, ну ты же мальчик, а я девочка, девочкам надо выступать А я, ну что, ну ты нолик, а я буква А Ну ладно, давай Позвольте представиться Я буква А Первая буква в алфавите А я нолик И без меня никуда А вот как написать тысяча Да, меня аж три штуки То есть три нуля Ой, нолик, ну любишь ты, конечно, похвастаться Но без тебя и правда никуда Как и без меня А, познакомиться с нами поближе И узнать, как появились буквы И цифры Вы сможете в городском дворце творчества юных На праздники Азбуки и разные науки Ждем вас в гости на праздниках после новогодних каникул На календаре февраль А четвертого числа отмечается день рождения резиновых калош Вот удивительно Современные дети, наверное, и не знают, что такое калош Многие думают, что это любимое блюдо Семьи сказочных крокодилов И про них Корнечуковский написал в Стаске телефон И ждем, не дождемся Когда же ты снова пришлешь К нашему ужину Дюжину новых И сладких калош И снова удивляюсь 17 февраля Отмечается день спонтанного проявления доброты В этот день во многих городах Традиционно проходят благотворительные марафоны и мероприятия Какой замечательный и добрый праздник Как хорошо никуда не спешить И отпраздновать 28 февраля Праздник День неторопливости Или День медлительности Наш век скоростей Многие не замечают красоты природы И не успевают насладиться Каждым моментом жизни Я отдохну, пожалуй А еще в феврале Проводится яркий и задорный онлайн конкурс Классные мальчишки И классные девчонки Приуроченный к 23 февраля И 8 марта В программе Творческие конкурсы Интеллектуальные турниры Командные игры Будь скором! Навалом! Ура! Март Сплошное волшебство 8 марта Праздник знакомый всем Но от этого Не менее чудодейственный Ведь совершенно магическим образом Как тюльпаны и мимозы Расцветают улыбки мам Бабушек Любимых у детей 15 марта День абсолютно невероятных детей Это же ваш праздник, ребята Да и следующий тоже ваш День талантов Не забудьте его отметить 25 марта А уж какое волшебство Проходит в карнавале С вами С добрым мартом Дорогие друзья Я Знаменитый сказочник Оли Лукоев Я Всю жизнь Придумываю сказки И рассказываю их Детям То есть вам Одну сказку Мы сочиняем вместе С ребятами Юными артистами Из Санкт-Петербурга Называется эта сказка Талант Фестиваль Сны О театре Это удивительно Каждый театральный коллектив Рассказывает свою сказку И получается Одна невероятная Талантливая История Поэтому Каждый март для меня Удивительный Сказочный сон А какое удовольствие Получают зрители Я и вас приглашаю И вас И вас И вас Присоединиться К счастливым зрителям Снов О театре Люблю посмеяться И других повеселить Чего и вам желаю И апрель Самый подходящий Месяц для этого Судите сами Только 1 апреля Целых три праздника День смеха День поэзии И творческого разума Что очень Импонирует мне А 5 апреля Международный день Супа Разве это не весело? Каким отменным Рассольником Я его отмечу 10 апреля День Объятий С вашей собакой Всегда отмечаю его Со своим бобиком 14 апреля Международный день Внезапного Смея Ой 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 Не могу Ну как его Не отпраздновать А 23 Всемирный день Книги О Кстати о книге Господа Разрешите представиться Антон Павлович Чехов Я только что Из театра С премьерой Моей комедии Все прошло Превосходно Для тех Кто любит театр Так же Как и я У меня Сюрприз Я приглашаю вас На экскурсию По театральному Закулисью Да-да Вы сможете Увидеть ту часть Театра Которая Обычно Простому Зрителю Недоступна Познакомитесь С работой Осветителя Звукорежиссера Монтировщика Сцены Гримера Да что там Познакомиться Попробовать себя В роли Костюмера Поработать Со световой Пушкой И даже Запустить Фонограмму И конечно Выйти на сцену В качестве Артиста Услышав Аплодисменты Работников Театрального Зала Карнавал И кто знает Быть может Когда-нибудь Именно вы Сможете Сыграть В моей Пьесе До встречи За кулисами Май Последний Месяц Этого Превосходного Календаря Но месяц Очень важный Когда ребята Выбирают себе Занятия Во дворце Творчества Юных И помогут В этом Праздники Календаря Например Второе Мая День Весенних Акварелей Рисование Акварелью Занимательное Занятие Которое Подойдет Не только Для детей Но и Для взрослых А девятнадцатого Мая Отмечается День Кубика Рубика Кубик Рубика Тренирует Логику Память И мышление Ведь число Его комбинаций Превышает Сорок Три Квинтиллиона Недаром Существуют Даже чемпионаты По скоростной Сборке Этой Головоломки Всемирный День Адуванчика Который Празднует Тринадцатого Мая Поможет Тем Кто хочет Изучать Природу Какое Занятие Выбрать Чтобы Принять Это Решение Существует Отдельный Праздник Двадцать Седьмое Мая День Смелых Решений А в Карнавале Я Хранитель Истории Анищикова Дворца И я приглашаю Вас В мае На День Открытых Дверей Где вы Обязательно Найдете Занятие Себе По душе Друзья Мои Этот Календарь Ваш Теперь Вы Надежно Защищены От Скуки И Грусти Празднуйте С Карнавалом До Встречи В Других Вселенных Других 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 Продолжение следует...